Контроль в сфере ЖКХ обретает новые формы. Вступают в силу нормативные акты, которые обеспечивают порядок взаимодействия Ивановской госжилинспекции и органов муниципального жилищного контроля. О том, где эти ведомства дублируют работу друг друга, а где их функции расходятся, журналистам рассказали на пресс-конференции. Логаритм на самом деле достаточно прост. Муниципальный контроль курирует деятельность управляющих организаций, граждан и ресурсоснабжающих компаний. Предмет их работы – муниципальное жилье, а такого в Ивановской области – 18%. В случае выявления нарушения эта структура выдает предписание. Если предписание в нужные сроки не исполняется, то о нем сообщается в госжилинспекцию. У последних рычагов воздействия больше. С их подачи можно схлопотать серьезный штраф и даже уголовное наказание. Говорим, что не устанавливают приборы учета, что закон переносит постоянно сроки для населения. И, честно говоря, население обвинять можно, но очень осторожно, потому что у нас еще муниципальный жилой фонд без приборов учета. Сегодня и эта задача будет стоять по соблюдению энергоэффективности тех законов, которые в этой сфере действуют, будет в том числе подлежать контролю. То есть я думаю, что в любом случае количество людей, привлеченных к контролю в эту сферу, оно все равно даст качественные изменения. Другой вопрос пресс-конференции – предстоящий лицензирование управляющих организаций. На прошлой неделе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. Критерии очень жесткие. Три неисполненных предписания за год и лицензию компания не увидит. И виной тому могут стать собственники жилья. В состоянии дома жители жалуются, инспекция выходит. Она видит, что да, надо на это реагировать. Она пишет предписание. Управляющая компания говорит, замечательно, мы будем выполнять это предписание. Собирает собрание жителей. Говорит, будем, надо собираться деньги на этот ремонт. Говорит, не, не будем. Сами написали заявление, пришли, среагировали. А то, что они вообще-то должны участвовать в этом процессе, им как-то в голову не пришло. По словам вице-губернатора, если бы процедура лицензирования началась сегодня, то заветное разрешение на работу не получила бы ни одна управляющая организация Ивановской области. К счастью, у управляшек есть время исправиться и подготовиться к нововведениям. Закон, предположительно, вступит в силу в сентябре этого года. А лицензию нужно будет успеть получить до мая 2015 года.